Уважаемые товарищи, разрешите поздравить вас и всех граждан нашей горячо любимой России, граждан Советского Союза и всех трудящихся мира с праздником весны труда, с праздником международной солидарности трудящихся. И. Андреевич Зюганов, Павел Николаевич Грудинин шлют вам свои поздравления и самые добрые пожелания. Пусть наша Родина встает с колен в полный рост и гарантии тому, конечно, должны быть в том числе и подобные праздники, к ним являются 1 мая и 9 мая. День Победы, Победа Советского Союза, Красной Армии над фашистской Германией и ее сателлитами. Сегодняшний праздник, праздник рубежный. 7-го будет инаугурация президента выбранного Российской Федерации. Затем 9-е мая. Именно эти дни во многом будут определять дальнейшую судьбу развития нашей Родины. Каким путем пойдет она дальше? Или снова курсом либеральным, олигархическим, где нет места для счастливой жизни абсолютного большинства трудового народа? Приведу две цифры. Как можно жить на 6-10 тысяч рублей рабочему в 30 наших регионах страны, работающим в агропромышленном комплексе, обеспечивая продовольственную безопасность державы? Как можно жить сегодня нашим пенсионерам, детям войны? Как можно жить человеку труда, у которого нет возможности прорвить свои таланты, и он ищет работу неизвестно на каком направлении, лишь бы трудоустроиться. А наша молодежь, о ней особый разговор есть сегодня, как никогда трудно, как завести семью, как обеспечить заработком свою семью и получить или купить соответствующее жилье. Когда даже те, кто сумел это сделать, сегодня маются в недостроенном жилье в виде обманутых дольщиков или ипотечников. Выборы показали, что наш народ голосует за надежду на счастливую жизнь, голосует, отвергая все, что связано с либерализмом, отвергая все, что связано с олигархией. И сегодня необходимо понять и президенту в первую очередь, что не случайно программы Компартии Российской Федерации 10 шагов Зюганова, 20 шагов Грудинина, которые истекали из тех наработок, осуществленных Компартией Российской Федерации, закрепленных на Орловском международном экономическом форуме. Именно они могут обеспечить ту жизнь, за которую голосовали наше абсолютное большинство людей. Формирование бюджета развития, как его представляет Компартия Российской Федерации, исходя из тех богатств, которыми знаменита наша Родина, обеспечивая независимую финансово-кредитную политику, решая все, что связано с развитием промышленности, сельского хозяйства, опираясь на те точки опоры, которые сегодня организованы, в том числе и государственными предприятиями, и нашими народными предприятиями. Они сегодня дают право на жизнь. Они показывают, как можно трудиться во всех отраслях народного хозяйства. Не только на селе, не только в строительстве, не только в металлургии, а повсеместно на всех направлениях, которые есть в нашем экономическом секторе развития державы. Мы еще и еще раз сегодня хотим сказать, проводя везде наши митинги по всей стране президенту, его послание во многом определяет надежные, верные ориентиры, но на его реализацию необходимо еще дополнительно к бюджету сегодняшнему как минимум 7 триллионов рублей. Мы определили, каким образом взять эти деньги, но для того, чтобы не повлиять на дальнейшее существование и жизнь абсолютного большинства народа. Вопрос национализации, вопрос прогрессивного налога. 50 тысяч человек каждый год умирает сегодня от паленой водки. Пожалуйста, и здесь мы находим еще около 3 триллионов рублей, если переводим монополию государственную на табак и алкоголь. Много можно чего другого найти, поскольку триллионы уходят через коррупцию и жуликов разных мастей. Наша программа как раз открывает возможности для ее реализации на этих направлениях. Да, программа любая не догма, и мы сегодня в совершенстве ее говорим о необходимости поддержки науки. Сегодня наша наука загнана просто-напросто в то положение, из которого невозможно находить тот прорыв, о котором мы все говорим. Через научно-технический прогресс, без него ничего невозможно сделать. А там нищета, а там отрыв основных базовых лабораторий от академических школ. Мы недавно встречались с Иваном Андреевичем, вновь избранным президентом Российской Академии. Подробно говорили об этом. После этого еще раз была встреча. Мы будем все делать для того, чтобы закрепить ее юридическую самостоятельность и дальнейшее развитие, приближая то, что за это время было упущено к реальным делам, возвращая ее лабораторные составляющие и определенное финансирование. Да, экология, она сегодня является угловой во многих регионах, особенно там, где промышленные центры. Посмотрите, наше Подмосковье, Московский в целом регион. Он сегодня задыхается. Все Подмосковье сегодня в митингах. Почему? Потому что вместо того, чтобы осуществлять программу Компартии Российской Федерации в этом плане, нашими усилиями, интеллектуальным всем потенциалом партии и добрыми людьми на этом направлении вместе с Минприродой, мы все сделали для того, чтобы принять и разработать базовые законы об экологическом нормировании. В 458 законе об обращении отходов, в 415 закон, наш закон, мы авторы по обращению лесоматериалов. Все эти законы являли собой тот каркас экологический, без которого невозможно сегодня двигать ситуацию в правильном направлении. Но власть за это время сумела отнести на пару лет реализацию этих законов, а в это время в мутной воде стала просто грабить соответствующие деньги, растаскивая по карманам жуликов и варья, а народ задыхается. Это позор. Позор власти, с которым мы дальше не должны мириться. Уважаемые товарищи, еще раз хочу остановиться на той ситуации, в которой мы сегодня оказались. Со всех сторон на нашу державу сегодня смотрят акулы империализма. Вот когда нужна солидарность рабочего класса. И нам, конечно, по душе, что английский рабочий класс извинился за своих правителей, за те провокационные действия со скрипалями и за те удары по Сирии. Но в этом ключе нам надо мобилизовать все наши внутренние ресурсы. И тут, как никогда, снова наша программа будет являться стержневой в решении мобилизационных всех ресурсов и единения всего народа на защиту наших границ. Поперхнулся, подавился в свое время Наполеон европейской частью нашей державы. Аналогичный Гитлер. Я думаю, что американского империализма не хватит мозгов для того, чтобы не развязать Третью мировую. Но те провокации, которые сегодня организованы на Украине, и те порошенковские заявления по поводу начала военной операции на Донбассе, они всех нас должны настораживать. Мы вчера отправили очередной конвой на Донбасс. Я хочу поблагодарить вас, всех, кто работает на этом направлении. Теперь более 8,5 тысяч тонн продовольствия, лекарств, одежды мы отправили нашим братьям, которые ведут борьбу сегодня с фашистовывающими молодчиками на нашей родной Украине. Уважаемые товарищи, понимая все, что сегодня напряжено в мире международном отношении, хочу еще раз сказать, но до чего же надо быть просто-напросто глупым человеком, беспардонным, непонимающим ситуацию, в которой живет страна, и что необходимо делать наши, допустим, ульяновские губернаторы Думы. В это время, когда все средства массовой информации клянят позором украинских националистов, польских националистов, снащающих памятники Великой Отечественной войне Владимира Ильича Ленина, сами придумали теперь в это время перенавать в Гувульяновске главную площадь Владимира Ильича Ленина. Это позор, это позор пятой колонии, это позор чинушим-ворам, которые сегодня нам мешают жить. Уважаемые друзья, хочу еще раз, в связи с тем, что сегодня прекрасный солнечный день, в связи с тем, что праздник, он всегда остается праздником, порой со слезами на глазах, порой лицетворяя нашу борьбу, но все-таки хочу еще и еще раз вас всех поздравить, поздравить, пожелать здоровья, пожелать счастья, удачи нашей Родине, побед, всем нам благополучия, нашей партии «Движение вперед». Мы договорились в ближайшее время, но не позже, чем 2022 года, к 100-летию нашего Советского Союза, удвоить ее ряды. И я прошу нашу партию, наш актив, всех наших союзников, все сделать для того, чтобы наши ряды удваивались, утраивались, чтобы борьба за рабочего человека, борьба за мир на всей земле была напряженной, системной, надежной и центром этой борьбы. Как всегда был наш талантливый, трудолюбивый русский народ, многоциональный народ нашей державы. С праздником, друзья! Ура!